всем привет сегодня мы с вами сушим помидорки кстати их можно не засушить а завялить кому как больше нравится берем хорошие спелые помидорки и выкладываем их на разделочную доску затем отрываем у них хвостики режем помидоры на небольшие дольки желательно чтобы дольки у вас были одинаковыми для того чтобы помидоры хорошо и равномерно просохли здесь не обязательно использовать маленькие помидоры можно взять и крупные например бычье сердце но просто порезать их на большее количество кусочков теперь берем чайную ложку и удаляем из наших кусочков семечки вместе с соком это делается для того чтобы помидорки быстрее просохли нам просто не нужна лишняя влага в помидорах на вкус это никак не повлияет вы можете этот шаг пропустить но тогда имейте ввиду что время сушки может сильно увеличиться теперь берем поддоны для сушилки если вы будете сушить помидоры специальной сушилки как я или обычный противень для духовки поддоны для сушилки ничем смазывать не нужно если вы используете противник его лучше застелить пергаментом и выкладываем на него наши кусочки помидорок они должны лежать равномерным одним слоем теперь убираем поддоны в сушилку или если вы используете духовку то ставим противень в духовку но не забываем посыпать помидорки сушеным базиликом кстати можно использовать и свежий базилик просто разложите листочки сверху на помидоры теперь можно сушить сушилку я включаю на 70 градусов духовку на 100 градусов если вы хотите получить вяленые помидоры то сохнуть они у вас будут примерно 8 часов если сухие то примерно 15 во время сушки поддоны нужно иногда менять местами а если вы готовите в духовке помидоры нужно периодически перемешивать которые помидоры складываем стеклянную банку можно добавить чеснока и залить маслом приятного аппетита это очень вкусно уверена этот рецепт вам тоже очень понравится и вы будете готовить его каждый год ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал